Для вас кто? Безусловно, а что они еще говорят? Не трогайте Слава. Слава сказал, для него авторитет и национальный лидер Владимир Владимирович Павлович. Я со многим согласна. Я согласна о том, что предыдущие годы элиты торговали, и действительно, если бы не было событий 2013-2014 года, я имею в виду изменения границ территориальных, то во многом это и продолжалось бы дальше. То есть такая же череда событий, она и продолжалась бы дальше. Это история. Теперь, Володя, на самом деле не заменяется европейскость устройством или формой правления. Это не одно и то же. Почему не все же страны, которые входят в Евросоюз, имеют федеративное устройство? Не федеративное. Все децентрализованы. А мы децентрализуемся. Только зачем децентрализовываться со стороны федерации? В Киеве, например, нет районов. На местном уровне сейчас происходит объединение общин, громад. Это происходит. Для этого не обязательно менять конституцию. И для этого не обязательно Украину превращать в федеративное устройство. Дайте договорить Лесе. И мы знаем, что конституция предполагает внесение изменений в децентрализации. В Киеве живешь? Да. У тебя есть местные органы самоуправления? Есть? Мы не говорим, что уже реализовано. Нет, ты ответил вопрос, есть ли они или нет. Мы говорим, что уже реализовано, правильно, местное самоуправление. Мы говорим о том, что это поставлено как задача, и это происходит. То есть есть или нет? В Киеве органы самоуправления сразу поставлено как задача. Нет, нет. Вот и все. Нет. Я просто вот перед нашими зрителями, смотрите, очень-очень хорошая сегодня программа. Но как задача стоит... Лесе, не на базаре. Я понимаю, что там вы органично себя чувствуете, вы ведете себя так. Дмитрий, не трогайте, Леша. Ну сколько можно? Тем более, что базар это чистое проявление идеального рынка для многих. Лесе, знаешь, как я сказала? Децентрализация это объединение общин. Дайте сказать... Децентрализация и объединение раздавших. А можно сказать, наконец-то, Дмитрий, который еще не сказал ни слова? Вот, я когда слушаю это, но есть одна пословица. Когда я вас слушаю, у меня есть впечатление, что вы бредите. А есть другая, когда в одном рассказе вот такая вещь. Шел дождь и два студента. Они же оба шли, правда? Так и у вас. Уже начали про это думать. Вас в Грандовске спрашивают, кто начальник вашего местного самоуправления в Киеве. У вас есть орган местного самоуправления, где вы живете, где вы налоги платите, где вы выбираете своих местных депутатов, которые отвечают за вашу школу. Ничего этого в Киеве у вас нет. Как и ни в одном районе Украины нет. А вы рассказываете про то, что у вас децентрализация. Я не говорила, что нет. У вас происходит децентрализация. Вот я сейчас всем описал, что такое местное самоуправление на Украине и какая децентрализация. Точно такое же у вас в вашем рассказе. Выполнение минских соглашений. Все приняли. Ничего не действует. Ни один закон. Но вы хотите повесить всем лапши, что вы выполнили это все и вы чего-то там достигли. Теперь два слова о том, прошло это выносить ценюка, приезд Байдена. Значимое событие. В принципе, любой политолог должен оценить, что дальше произойдет. Вот у меня есть гипотеза. В принципе, Порошенко, Яценюку, Турчинову светит очень неприятная ситуация, если государственность украинская сохранится, придется отвечать. Придется ответить за Донбасс, за Донецк, за Одессу, за Крым, за Небесную Сотню. За все придется ответить. Поэтому, когда до них это сейчас дойдет, а доходить начало, будут сами, сами, своими руками разваливать Украину под видом децентрализации. Вот те трое-четверо, которые содержат ваши партии в парламенте, каждый сейчас займется обустройством своего региона очень интенсивно. И Порошенко, и Яценюк будут это поддерживать. Потому что развалившаяся Украина, это снятие с них огромной уголовной ответственности за те преступления, которые ваши руководители совершили. Вы определитесь, вы за укрепление Украины или против, даже на словах. А речь идет о другом. Вы, при чем здесь, Лэсь, при чем здесь, я, возьмите от вас, Лэся, работая на Украине 20 лет, всем вашим руководителям. Когда речь идет о подрыве ЛЭД, вы говорите, ай, как плохо, что власть слаба, правда? Вы помолчите, потому что это террористически, а не может быть за или против террористического. Он рассказывал, рассказывал последовательно, и президентом в том числе, что федерализация это единственный способ сохранения Украины, строительства в ней современного государства и качественного выполнения функций этого современного государства между Евросоюзом и Россией. Вот это я объяснял вашему руководству 20 лет. Практически, практически, все согласались на словах, потому что продать вот эту недогосударственность сегодня, получить бабки в карман, а потом съехать или в одно место, или в другое, это гораздо более эффективно, чем строить какую-то там государственную...